Летит, летит по небу, крен усталый, Летит в тумане на исходе дня. Известные строки стихотворения «Журавли» Расул Гамзатов представил широкой публике в далеком 1968 году. Пройдя проверку временем, произведение остается одним из самых известных в коллекции поэта не только на родине, но и за ее пределами. Годом позже, после выхода стихотворения, родилась одноименная песня. В 1969 году ее исполнил советский актер и эстрадный певец Марк Бернес, композитор и создатель музыки Ян Фрэнкель. В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. Юбилейная дата стала поводом для творческой встречи в одной из библиотек Самары. В этот день под аккомпанемент гитары собравшиеся гости исполняли не только произведения поэта, но и музыку, эмоционально переносящую в ту эпоху. Встречу приурочили не только к юбилею Гамзатова, но и к празднованию Дня Белых Журавлей. 22 октября смечается день, или еще его называют, Праздник Белых Журавлей. Это две очень важные даты, потому что все мы знаем, что легендарный поэт Расул Гамзатов, он своим творчеством, всеми своими произведениями призывал к любви к родине, к женщине, к матери. И его поэзия, она многонациональна, она объединяет народа. На встрече гости вспоминали о вехах творческого пути Расула Гамзатова, обсуждали влияние наследия, которое оставил поэт потомкам, и делились впечатлениями о самых любимых произведениях писателя. Стихотворение, оно мне запало в душу, это вот я вернулся с дороги, потому что в нем сконцентрировано все, любовь к женщине, к родине, к семье. За музыкальную программу дня отвечала самарская вокальная группа «Славичи». По мнению участников, через песни наиболее точно передается смысл Дня Белых Журавлей. И не случайно, ведь инициатором литературного праздника был сам писатель. Этот день объединяет поэзию, духовность, память о погибших на полях сражений. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров.